еще вот скажет что я могу сделать для тебя да именно вот такое обстоятельство мы думаем что это женщина и много мужчин тоже любят именно вот такое вот такой язык любви то чтобы помочь что даже даже приятные слова говорит да давай я помогу или с чем я могу тебя помочь или что я могу для тебя делать вот именно вот этот язык любви тоже очень хороший для и для детей но в то же время и в семье что надо избегать забытые обещания и игнорирование когда вот просит еще этот язык любви если он просит поддержку помощь и мы еще как было игнорируем для них это очень-очень трудно не воспринимает даже даже если там у нас могут быть причины какие-то потому что мы так не но так сказать деликатно чтобы тот человек себя не чувствовал себя игнорировал и 5 язык любви это физический контакт это обнимашки это прикосновение поглаживание и уже как в семье это может быть даже и секс коммуникация это невербальная физическая контакта то есть коммуникации да да погладить там можно и да да это как бы больше в основном это не коммуникация а не вербальная язык да жесты разные вот что из что надо и что что не надо делать то есть то есть и избегать физические наказания и пренебрежения вот эти 5 языков любви они такие четкие конкретные для каждой из нас и если мы знаем свой язык любви и то же время знаем и того человека который рядом с нами язык любви и мы знаем что допустим если ему не нравится физический как не надо потому что есть люди которые только приходишь и сразу обнимать а есть люди которые хочешь как бы обниматься ну просто так что как бы здороваться он так себе вот прямо не надо как бы на дне его язык любви и да есть и культуры разные разные у каждого стране есть разные культуры есть которые обнимаются когда есть которые говорят только здравствуйте или есть которые только помахают там с головой там или как корейцы там японцы да они так но все равно есть люди которые они не хотят дети не знаю если у вас были которые поцелуешь его и он вот так себя не хочет потому что дети которые они сами как бы губы вот чтобы ему и его ласкали чтобы его вот это не боюсь и когда вот ребенок он делает или мы делаем тоже время если допустим мы хотим это и было бы хорошо чтобы семье как бы рассуждались вот потому что этот этот человек который написал вот эти пять языков любви в мире он имеет очень большой как бы оскар да то что люди очень много из семьи которые начали вот именно пропали по принципу которое он говорил потому что в книжке есть даже упражнение как можно как бы как на как надо как можно с допустим с языком ободрения время подарки чтобы человек чувствовал себя легче или человек чувствовал себя лучше и даже с детьми и не с подростками я не знаю мне кажется в интернете есть в виде на русском побольше читать но именно вот информация очень побольше читать и посмотрите даже те упражнения но если видите что что ребенок или ваш не знаю может сейчас уже подумали что те которые вас окружает почти какой или вы вот мне интересно вы знаете свои секреты которые у 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